Ну а я напоминаю, что в группе ВКонтакте Pro SSD регулярно проходят сборы на новые SSD для обзоров, после чего я их разыгрываю среди вас. Также не забывайте про мой сайт ProSSD.ru, где я собрал удобные сравнительные таблицы по всем SSD, которые были у меня на обзорах. Переходите, смотрите, сравнивайте и выбирайте только лучшие SSD. Всем привет, с вами Давилович и сегодня новый обзор на новый NVMe SSD накопитель от нового бренда. Это у нас Netac N950E Pro объемом 500 гигабайт. Кстати, данный SSD можно купить по очень низкой цене, ссылочку оставляю под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте, ну и смело можете покупать. До сегодняшнего видео, я думаю, вы так же как и я мало что знали про Netac и возможно даже не встречали. Хотя у бренда очень давняя история и по заявлениям компании Netac именно они придумали флеш-накопители. И в отличие от других китайских брендов, компания Netac обладает различными патентами на флеш-накопители. И с недавнего времени продукция компании Netac начала появляться на прилавках российских магазинов. И здесь не только SSD, здесь есть USB, флешки, карты памяти, а также внешние жесткие диски. Сегодня на обзоре у нас топовый NVMe SSD-накопитель компании Netac. И сегодня мы узнаем, что же он из себя представляет. Моделька N950E Pro объемом 500 гигабайт. Обладает пятилетней гарантией. Заявленной скоростью 3500 на чтение 2200 мегабайт в секунду на запись. Все это с вами проверим. Указано 3D NAND TLC память 96-слойно. Но какая, к сожалению, информация найти не удалось. Также не удалось узнать и какой контроллер здесь стоит. Поэтому все наклейки, которые есть, отклеим. Все узнаем, все увидим. Ну и также, к сожалению, не удалось узнать ресурс данного SSD. А вот очень хотелось бы. Что ж, давайте быстренько сделаем распаковку и перейдем к самому интересному. К тестам. Накопитель Netac. Объем 500 гигабайт. Моделька у нас, к сожалению, на лицевой стороне не указана. Это у нас N950E Pro. Вот в такой вот компактной упаковке у нас поставляется. Что ж, все в принципе удобно. Есть изображение нашего SSD. Все спецификации. Ну и на обратной стороне у нас есть также информация на русском языке. Снизу имеется наклеечка с моделью нашего накопителя N950E Pro, объем 500 гигабайт. Полный порт номер. Серийный номер. Так, форм-фактор, интерфейс. И сделан он у нас в августе 2020 года. Что ж, очень даже свеженький SSD. Итак, давайте вскроем нашу коробочку, упаковочку. И посмотрим, что же у нас находится внутри и как все это поставляется. Так, в упаковке пусто. Есть у нас H2 винтика M2. Вот такого я еще не встречал ни у кого из производителей. Ну, прямо огромный респект. А смотрим дальше. Есть инструкция. Так, довольно-таки объемная. Как, что устанавливать на обратной стороне. Угу, тут у нас по SATA SSD. Что ж, тоже хорошо, что есть. Ну и давайте смотреть. Вот он наш SSD. Вот в таком вот блистере. Запечатан, закрыт с двух сторон. И уже мы видим под наклейкой контроллер Silicon Motion. У нас прячется. Вопрос, какая моделька. Так, у нас есть четыре чипа памяти. Двухстороннее расположение чипов. Также у нас здесь есть контроллер. И есть DRAM Cache в виде двух баночек памяти. Что ж, отлично. Сейчас все отклеим, все посмотрим. Итак, здесь у нас точно такая же информация. Моделька. Парт номер серийный. Номер версии прошивки. Дата август 2020 года. Что ж, очень-очень все хорошо. Давайте посмотрим на все это поближе. У накопителя необычное расположение чипов. По два чипа с каждой стороны. Ну и контроллер у нас находится по центру. И давайте отклеим и посмотрим, что же у нас прячется под этой наклеечкой. Итак, контроллер SM2262. Отлично. Ну и DRAM Cache в виде памяти от Samsung. Что ж, нас ждет очень интересный SSD с очень интересными тестами. Накопитель NetTag N950E Pro. Объем 500 гигабайт установлен. Ну и давайте перейдем в управление дисками. И посмотрим на наш SSD. Да, вот он у нас определился. Инициализировали. Давайте создадим простой том NTFS. И ждем завершения форматирования для того, чтобы приступить к тестам. Все отлично. Все получилось. Чисто объем 465,75 гигабайт. Ну и CrystalDiskMark. Точнее CrystalDiskInfo. Нам сейчас покажет, что же у нас по этому накопителю. Итак, определился корректно, но определился без модели. Просто на TAC NVMe на 500 гигабайт. Хосты чтения записи у нас поддерживаются супер. Число включений 3. Общее время работы 0 часов. Перед нами абсолютно новый накопитель, но с температурой 40 градусов. Надеюсь, она здесь не зашита. Но для контроля за температурой запустим CPUID Hardware Monitor. И свернем все ненужные нам устройства. И будем смотреть и наблюдать. Пока 40 градусов. Ладно, с этим разобрались. SSDZ мы на NVMe накопителях не запускаем. Ну а следом у нас CrystalDiskMark. Ну и давайте на нашем накопителе F в 5 прогонов по 1 гигабайту запускаем тест. Тест у нас идет. Температура не меняется. На накопителе у нас мигают различные светодиоды. Их здесь два. Давайте померяю я пирометром температуру напрямую с чипа. 58 градусов пока показало максимум. Что ж, очень даже интересно. Но, к сожалению, температура программно зашита. Итак, тесты у нас потихонечку завершаются. Ну а мы давайте померяем температуру. Ну вот и пока 58 градусов я вижу на пирометре. В максимуме 61, друзья, градус. 59, 58. Вот как-то так. Что ж, пока у нас завершаются тесты. Я предлагаю перейти на сайт производителя Netac и посмотреть, что нам предлагает. Конечно же, это накопители SSD, USB, карты памяти. Есть даже жесткие диски. Но нас интересует PCI NVMe SSD и нас интересует модель N950e Pro. И самое интересное, что везде на сайте, на картинках он идет с радиатором. В моем случае мне попался экземпляр, где никакого радиатора нет. Вот. Ну и давайте смотреть. NVMe 1.3. 3500 на чтение, 3000 на запись. Но это для разных объемов, конечно же. Смотрим дальше. У нас здесь якобы все холодное. Но это с радиатором, я так подразумеваю, имеется в виду. Ну и вот, краткий данный нашего SSD. Итак, смотрим на 500 гигабайт. Кэш 512 мегабайт. 3D NAND память у нас здесь стоит. 3500 на чтение и 2200 на запись. Пятилетняя гарантия. К сожалению, никакой информации по поводу ресурса здесь нет. Ладно, с этим разобрались. Возвращаемся к нашим тестам. Заявлено было 3500 на чтение, 2200 на запись. И в принципе, можно читать, все у нас совпало. Да, скорость чтения у нас на 290 мегабайт показала пониже. Но это очень мало для таких скоростей. А вот самая важная скорость записи у нас тут полностью совпала. И еще один очень интересный момент. Это скорость случайного чтения. 67 мегабайт. И это очень хорошо. То есть, не всякий топовый SSD может показать такие цифры. Что ж, мы продолжаем тесты. И следующий на очереди AS SSD Benchmark. И давайте смотреть, что накопитель нам покажет здесь. Ну и здесь получаем достаточно хорошее значение для NVMe SSD накопителя. Ну, в принципе, так скажем, среднее. Это у нас практически 3000 баллов. Замечательно. Продолжаем. И давайте смотреть, что у нас будет в различных средах. И здесь отличные результаты. Кстати, сделали несколько тестов. Температура так и стоит на отметке 40 градусов, к сожалению. Следующий тест от AtoDisk Benchmark. Смотрим на результаты. Так, у нас скорости чтения записи упали на больших файлах. Есть предположение, что накопитель у нас стал нагреваться и перегреваться. 58, 57 градусов, 56. Пока я такого 58, 59. Пока я ничего, 60 градусов. Да уж, интересно. Троттлинг это или нет? Нет. Посмотрим на дальнейших тестах. Ну и здесь мы получаем в максимуме практически 3 гигабайта в секунду на чтение и 2,12 гигабайт в секунду на запись. Хорошо, но вот это вот снижение не совсем понятно. После файлов по 512 килобайт. Следующий тест AdjoSystems. Выбираем наш накопитель F. Смотрим. Ну тут все замечательно. Что ж, теперь сворачиваем все наши синтетические тесты. Для того, чтобы перейти к тесту на реальную скорость записи, будем копировать папку Render объем 100 гигабайт. Но предварительно, для чистоты эксперимента, то есть чтобы все у нас было грамотно, сделаем оптимизацию команду 3 на нашем накопителе. После чего ждем 15 минут, чтобы у нас буфер точно освободился и переходим к тесту на реальную скорость записи. Итак, время прошло. Заходим на наш накопитель. Это Samsung 970 EVO+. И с него копируем папку объем 100 гигабайт. Смотрим. Итак, 1,7 гигабайта в секунду у нас скорость на старте. Упала до 1,6, 1,5. Ага. Снова 1,7. Отлично. И 30 гигабайт записано. Все пока записывается у нас очень быстро, очень достойно. Достойно. Ну да уж, интересно. Продолжаем наблюдать. И вот у нас есть падение скорости. Спустя 70 гигабайт. И скорость у нас упала до 500 мегабайт в секунду. Это все равно, я считаю, достаточно хорошая скорость после переполнения. Что ж, интересно. Запись первой папки у нас завершается на скорости 500 мегабайт в секунду. Ну а мы будем записывать папку повторно второй раз. И смотреть, что у нас будет там. И ждем. Все отлично записалось. Снова находим нашу папочку Render 100. И смотрим, что у нас будет сейчас. Ну и сейчас, да, у нас на автомате сразу скорость упадет до 500 мегабайт в секунду. Потому что буфер у нас просто не успел восстановиться. Что ж, интересно. Смотрим, что будет дальше. А вот сейчас мы с вами видим, что скорость у нас упала до 150 мегабайт в секунду. И я так понимаю, сейчас будет на отметке в 500 мегабайт держаться дальше. Неужели это троттлинг у нас? Возможно. Но как-то слишком у нас долго идет запись на максимальной скорости. После чего у нас падает. Что ж, смотрим. И вот очередное падение. Примерно на равных отрезках даже. До 150 мегабайт в секунду. Ну и пока у нас идут все тесты. Давайте сделаем замеры на температуру 61. 62 градуса. Но это у нас контроллера с наклейки из самого контроллера. Потому что здесь наклейка прикрывает контроллер не полностью. Интересно. Итак, вторая папка у нас заканчивает запись. Все это прошло все равно, я считаю, довольно быстро для такого объема. Ну а мы копируем папку в третий раз и смотрим, что будет дальше. Итак, сразу скорость падает до 500. Подрастает вверх до 1,2 гигабайта в секунду. И снова падает до 500. Но это значит, что буфер у нас здесь достаточно быстро может освободиться. Но смотрим на картину дальше. Запись третьей папки у нас завершается. Здесь все точно так же. Копируется, копируется на скорости 500 мегабайт в секунду. И ненадолго падает до 150. Мы продолжаем заполнять SSD и копируем папку в четвертый раз. Ну а после записи этой папки уже сделаем паузу и выполним новые тесты. Ну а вот сейчас мы с вами можем увидеть, что скорость у нас устаканилась и держится в районе 260-270 мегабайт в секунду. Очень интересно. Четвертая папка у нас залетает на скорости 270 мегабайт в секунду. И записано уже 400 гигабайт на наш 500 гиговый SSD. Что ж, отлично. Все посмотрели, все увидели. Сейчас сделаем паузу 15 минут и переходим к новым тестам CrystalDiskMark. И теперь запускаем CrystalDiskMark. Так, давайте исходные тесты тоже запустим. Наш накопитель F заполнен на 86%. Ну и также в 5 прогонов по 1 гигабайту запускаем тест. Ну а на заполненном на 86% накопителе мы с вами можем увидеть, да, снижение скорости и линейной, и случайной на чтение. Ну и здесь, в принципе, все, я считаю, нормально. Времени прошло достаточно. Ну и наконец-то тест AIDA64. Тест диска. Выбираем наш накопительный так. И линейную запись. Что ж, пришло время начать. Стартует запись с отметки 1450 мегабайт в секунду. Ну и смотрим, что у нас будет на полном тесте. На всем графике накопителя. А вот и падение скорости примерно на 16% заполнения нашего SSD. Потом скорость у нас скачет снова вверх, поднимается обратно. И снова держится в районе 500 мегабайт в секунду. Тест у нас завершился. И очень интересно он в конце себе показывает. То есть в конце записи, в конце заполнения накопителя 10% у нас записывается с сильными скачками. Ну да ладно, с этим мы разобрались. И давайте сейчас еще сразу же запустим утилиту смен в ME Flash ID. И посмотрим на то, что же у нас за SSD накопитель такой и из чего он состоит. Итак, 96-слойная память от Intel. Отлично. Что касается DRAM 512 мегабайт. DDR3 от Samsung. Тоже супер. Ну и контроллер 2262N. Тут мы все с вами уже видели раньше. Что ж, давайте подводить итоги. Вы сейчас все увидели сами. И по скоростям к накопителю вообще никаких вопросов нет. Накопитель у нас закрыл все скорости, заявленные производителем. Да, скорость сечения у нас получилась немножко пониже. Но скорость записи твердо подтвердилась. Даже получилась чуть выше. Что касается реальных скоростей, то здесь мы получили буфер равный примерно 70 гигабайт на абсолютно пустом накопителе. Скорость до его переполнения была где-то 1,7-1,8 гигабайта в секунду. Это очень хороший результат. Но после переполнения буфера скорость у нас падает. Упала она до 500 мегабайт в секунду. Примерно на этой отметке держится. И в какие-то моменты, в короткие моменты скорость падает до 150 и возвращается обратно. И вот здесь мне кажется, что имеет место быть троттлингу. Хотя на данном SSD температура зашита на отметку 40 градусов. И даже во время тестов пирометров, в принципе, там больше 62 градусов я не видел. Но в любом случае это NVMe SSD накопители и они все греются. Жаль, нам неизвестен ресурс данного SSD. Но если прикинуть по контроллеру, по нант памяти, который здесь используется, для версии на 500 гигабайт ресурс должен быть в районе 300 терабайт. И это сейчас норма. И этого сейчас достаточно. Как показали тесты и как показал сам накопитель без наклейки, он построен на очень хорошей элементной базе. Это у нас контроллер от Silicon Motion SM2262. Точно такой же, как у Kingston KC2500. И здесь используется 96-слойная нант память 3D TLC от Intel. И еще один хороший бонус, это, конечно же, DRAM Cache объем 512 мегабайт, по 256 самсунг, DDR3, тут у нас вопросов к накопителю нет. И подводя итоги, можно сказать, что он и так действительно получился хороший SSD накопитель, хороший NVMe SSD накопитель. И вот с этим накопителем, как в качестве топового, действительно на рынке российском можно повоевать. Но, конечно же, самый главный вопрос, это вопрос цены. И если вы хотите узнать, сколько стоит этот SSD на данный момент прямо сейчас, то ссылочку я оставил под видео. Ну, а в итоге накопитель получился достойным. Хорошая скорость чтения записи, хорошая скорость реальной записи до переполнения буфера. Большой буфер на пустом SSD накопителе. Все это говорит за покупку этого SSD. Поэтому, если вы хотите купить хороший и недорогой NVMe SSD накопитель, то NetTag N950E Pro отличный выбор. На этом, друзья, все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на мой канал, вступаем в группу ВКонтакте, не забываем про сайт ProSSD.ru, где я создал удобные сравнительные таблицы по всем SSD, которые у меня были на обзорах. Ну и на этом все. Пока-пока. Если ты до сих пор не посмотрел, сколько стоит этот SSD, то ссылка есть внизу. Переходи, смотри, сравнивай и покупай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok